приветствую всех себя на канале сегодня у нас 24 апреля 2019 года буквально вчера в эту семью поставил надставку пару дней назад ващины еще добавлял сегодня вышел свой рой это уже второй по счету в этом сезоне вчера вышел он с того белого улья рой а сегодня с этого это ты обшел и что были злые в том году но матка поменялась и не стали по добре немного а так сходил дом взял фотика снять что мне тут робиться такая вот раевня раек небольшие вот небольшие килограмма два бузя два с половиной сейчас мы его вы трусим я решил назад его затрусить место тут в улей хватает почти половина ващины то я вытрушу назад их матку старую сейчас уберу матка не старая с того года но все равно уберу эту матку и пускай все уже с матерчика новую сейчас будем вытрушивать все наше богатство на доску думаю не обкусают сильно так что видно было будем ловить матку кусаются набросились сразу не знаю каких вы трусить я злых скуру сейчас дымом ай послетает то что когда трусану так обгрызут с чего ладно постоим в сторонке немного будем глядеть где матка злые конечно активно бросаться наши люди но ничего матку сразу словить что открыть можно было решетку слетка скорее всего что скорее всего я в этом закажу матку течение дней чтоб пришла закажу матку бакфаста да поменяю им матку это сейчас они все добренькие просто на улице тепло 20 градусов для медосбор есть весенний вон видно персики персики с абрукосами цветут то пчелки еще такие не очень чтоб злые ай матка в том году поменялась все равно такие активненькие для райовых здесь я решетку поставил эту что между гнездом и магазинами разделительные кусочек отреза узенький все таки и загораживаю на токи потом высыпаю пчел то матка не проходит будем шукать может и в районе осталось за день в сотика потянули бросается с районе сразу ладно сильно их шевелить не буду дадим дымку по налазили куда попала куда покрышку нападай сейчас внутрь нас уже солнцем села пораньше не получилось вытручить их ну матка будет ловит думаю где то она тут в ветке сидит в густоте р и веточкой тихенько веткой пошевелим поглядим где матка обычно под леток хавается под верхний верхняя не зарасшочиваю пока нижний бросается уже на руки покуда так только пугает не кусаюсь буду смотреть зима . делали когда слове матку можно будет принять решетку и не быстро зайдет пулей все оставшись помогу дымаром та семейка не слабенькая 18 рамок уже я поставил из магазинов шара на 10 рамок под варушу их белком матка это второй год ее уже ей с того года она поменялась снять типа вот и и и и и и не знаю, что с этой маткой делать, она вроде бы хорошая будет, молодая, плодовитая, но пчёлы не очень дружелюбные, хотя по работе неплохие, и мёд неплохо собирается, сотни летых, злюковатые, да и раилевые, я их, вот и матка наша, заметим матку, сейчас ловим матку, ай-яй-яй-яй, куда-куда пошла уже, сюда, деда, не хватану, короче, матка такая некрупная, атака под ворушу, под леток не пошла, было иное, где маточка делать, ну была, видела матку, не сильно такая, чтоб крупная, ну, где она делась, уже не видно, было надо хвататься пчелами, укусила бы, так укусила, правда, когда пчела за шипушку пальца кусая, там нервы, так больно сильно потом, ой, обселюсь его, где-то их нацепил столько, на меня, пчёлы набегли на меня, о, сколько, костюм малость, с дырками, то надо пообтрушивать, а то сейчас внутренно залазят штаны, потому что нах, пчёлы, неприятное дело, так, так, доске прислалились просто, некоторые злые, бросаются некоторые, так, потихоньку, вот маточку упустил плохо, сразу, курну подносочку подниз, чтобы она туда не запратилась, вон на земле сколько пары от дыма, видно, вот подкуриваю, и они сбегают наверх, матка будет, скорее всего, тут где-то сидеть, ай, бляха, за ногу джигануло, больно? не знаю, наверно, сам придавил, сквозь штаны, грызнуло все равно пече, да не, целенаправленно грызнуло, когда струшивал следка, это, еще не было у меня таких пчел, что браевые кусались, это единственная семья, немного подворушила, но так, по сравнению с обычными раевыми, агрессивно себя ведут, не знаю, матку сейчас ловим, все-таки, сейчас основная масса уже забегла, в улей, этих я не подгоняю, похудо, по шуматочку ловим, где она толпится, трудня много, много трудня, так, подгрыбать, ах, еще одна за колено грызнула, злые, кусаются, бросаются, ай, да больно, у нерва попало куда-то, это хорошенько приложилась пчела, брысь пошли, жлюки нахер, славну матку, да пойду отсюда, а то обкусают всего сейчас, хотя оно полезно, на колени ткань натягивается, да они кусают, а хочешь, ищем матку, матки не видно, короче, их палкой ковырять нельзя, то что палкой так бросаются сразу, а вот от дыма они бросаться не будут так, сами обсыпутся от дыма, давайте, залезайте, быстро, этих иззади я не трогаю, хай, покуда подсидят, я их подгоню, они сейчас толпой забегутся, единственное, что когда подгоняешь, матка мелковатая какая-то, думаю, не просунется сквозь решетку, подшевелил на летке и отсюда пошли быстро, да такой-то у кучки матку трудно, а вон она сидит под летком, сейчас я их схвачу, опять запратилась, елки-палки, под летком была, сгребу оттуда, на низ, из люки, вот она, жевавая, матка, вот матка, 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 иди сюда, да быстрая какая-то, все, поймали матку, не знаю, что себе сделать, покуда хай, клеточку затусуем, все, матку я сдавил, что-то длеплодная она мелковатая, хотя так ничего, красивенькая, маточка, и давить жалко, и назад сажать до копятерой поезде, вчера я назад посадил там в белом уле, но перед этим перебрал всю семью до маточники оборвал, но там пчел не очень много, улей 20 рамок, но тут я решил оставить матку старую, расширить сильно гнездо, сразу 10 рамок добавил, ваш сын почти одной, и высыпал назад рой, там было все больше этого рой, где только его трех кило, а здесь рой такой поменьше, но здесь семья пчел, было, наверное, 10 рамок, потом вот 10 на зиму оставлял, потом все добавлял весной, 3, уже 13 было и после, ну 10 плотно забитых рамок было с расплодом, он сейчас выведется, до этих что назад высыпал, полной улей будет, буду я им где надставки ставить на меня большие, а там уже через дней 6 переберу, наверное, даже все маточники оборву, и закажу матку сюда бахфаста, хорошую, светленькую, посадим сюда матку бахфаста, да будут у нас пчелы уже спокойные, роиться не будете, кусаться тоже, можно будет смотреть без дыма почти, так что, все, матка наша выловлена, бляха, и жалко ей давить, наверно занесу пчеловоду, у него там, у нас пчеловод, его наверно 80 семей, не знаю, может сейчас ему плодное надо будет, чтобы не убивать, я занесу ему отдам, а то жалко все-таки, посажу сейчас пару пчелок к ней, посажу пчелок, вот, пару пчелок подсадили, две пчелы, чтоб кормила, схожу до пчеловода наша, дам его пасека большая, пригодится, лишней не будет, ладно, буду на этом заканчивать, уже солнце село, сейчас всем нет на сне, так что схожу отдам матку, да буду делами заниматься другими, это уже второй рой апрель месяц у нас, второй рой уже в этом году, вчера был 23 апреля, сегодня 24 апреля, опять рой вышел, только уже с другого ауле, всем удачи, пишите комментарии, лайки ставьте, всем удачи, до свидания.